Всем привет пацаны и девчонки, с вами Конан, а вы на канале Конан Линд. Сегодня будет вторая часть вырезанного материала фильма Человек Волк 3, Враг в отражении, либо же на английском Spider-Man 3. И пока я не начал, я попрошу вас лайк, подписку и колокольчик. Это будет для меня мотивация делать для вас еще более качественный контент. Поехали! Первая сцена небольшая, это то, как Эдди Брок ходит по церкви. И этот момент был в трейлере Комикона. И ее, наверное, вырезали из-за хронометража. Следующая сцена связана с Песочным Человеком. Это то, как Человек-паук в своем красном костюме догоняет его. И мне понравилось то, как Питер использует здесь свою паутину, отчасти похожую на паутинные крылья. И опять же, эту сцену вырезали из-за хронометража. Следующая сцена связана с прошлой сценой. Наконец-то Питер догнал фургон с Песочным Человеком. И в оригинале он прыгал внутрь фургона, но, однако, в вырезанных сценах он прыгал на крышу фургона. И опять же, вырезали из-за хронометража. Следующая сцена связана с Питером. И самые внимательные из вас заметили то, что тут Питер в толстовке из Человека-паука 2, где он разговаривал с дядей Беном. И какая-либо информация об этой сцене нет. И фанаты предположили то, что он должен был тут общаться с дядей Беном, но это не точно. И эту сцену нашли буквально 2 или 3 года назад. Поехали дальше. Следующая сцена это альтернативное интро. И изначально он должен был быть в черно-белом фоне. Но для меня итоговый вариант намного лучше. Следующая сцена связана с Питером. Если вы помните, когда он одарел Песочного Человека, он вернулся домой, посмотрел в зеркало, испугался и снял с себя костюм. Вырезанный материал точно так же. Однако, однако, он увидел в зеркале Венома. И после этого он испугался и снял костюм. И тут есть несколько причин, почему эту сцену вырезали. Первая причина это дизайн Венома. Дизайн Венома по конце изменили. И возможно из-за этого ее и вырезали. И вторая причина это хоррорная сцена. Ну чтобы детей не пугать. Возможно из-за этого судья не хотела показывать эту сцену. Следующая сцена это связана с черным человеком-пауком на церкви. Изначально этот момент должен был быть намного дольше. Но опять же ее вырезали из-за хран-метража. И изначально вариант, как по мне, мне нравится больше. Следующая сцена, из-за которой у меня может быть проблемы с авторскими правами, это связано с Песочным Человеком. И в нем Пенни подходит к огромному замку и понимает то, что это ее отец. И ее мама ее зовет. И Песочный Человек говорит, типа, человек больше мне не помешает. Однако мало из вас кто знает, а у этой сцены было продолжение. Сейчас я о ней расскажу. Это альтернативное объединение Венома и Песочного Человека. В этой сцене Венома рассказал Песочному Человеку, что именно Питер виноват в том, что Песочный Человек не может помочь Пенни. И в этой сцене Веном должен был раскрыть свою душу, рассказать свои мотивы, свою предысторию, все вот это. Песочник бы сделал то же самое. Ну тут можно много поспорить, какая версия лучше эта или итоговая. Но для меня все-таки вырезанная сцена, где Веном объединяется с Песочником, намного лучше. Потому что тут раскрывают двух злодеев за одну сцену. Поехали дальше. Следующая сцена это концовка. После того, как Питер одолел Эдди в обличии Венома, на него бы сзади напал Песочный Человек. И начался бы экшен. Но туда бы поднялись Пенни и ее мать. И после этого начался бы душевный разговор. Ну типа не убивать человека-паука, там моя болезнь неизлечима, ну все вот это. И следовал бы тот самый классический разговор между Песочным Человеком и Питером. Ну то, что дядя умер, я виноват, прости меня, ну все вот это. Можно много спорить, какая версия лучше итоговая или то, что было в вырезанных сценах. Но в итоговой версии такое ощущение, когда Питер одолел Венуа. Такое ощущение, что Песочный Человек просто испугался. И, ну, испугался драться с Питером и просто дал заднюю. Мне кажется, вот последняя версия, ну выразенная, смотрится намного лучше. То, что он пошел вперед и до конца. Ну, все, вы поняли. Поехали дальше. Следующая сцена, точнее арт, это спасение Гвен. Она должна была быть той же. И как и многие сцены, она была трейлером Камик-Коне. Поехали дальше. Следующая сцена, это камео с Эморейми. Режиссера всех трех частей фильма Человек-паук. И какое-либо описание этой сцены нет. Но, наверное, это была бы просто забавная камео. Следующая сцена, связанная с Песочным Человеком. В этой сцене он должен был освоить свои способности. Но это совсем глупая сцена, потому что и до этой сцены он мог обращаться со своими способностями. Помните, как он летал и был песчаным монстром. Но это совсем глупо. Так что хорошо, что ее выразили. Следующая сцена, связанная с Гвеном и Эдди. После того, как его вышвырнули с Дейли Баггл и опозорили на все газеты, он приходил бы к Гвен, чтобы она ему помогла. Но вместо моральной помощи Гвен говорит, что между нами ничего не было. То, что поцелуи были без любви. И вообще она не хочет иметь никакого дела. Эдди ничего не понимает. К нему идет капитан Стейс и говорит, что если ты отсюда не свалишь, то я тебя арестую. Очень важная сцена, которая дополняет образ Венома и Эдди. Ну, мне кажется, можно было оставить, потому что тот же день ночью Питер гулял бы с Игвен. Так что да, эту сцену надо было оставлять. Следующая сцена, связанная с Песочным Человеком. Тут он душит охранника песком. Видимо, это одно из вырезанных ограблений. Следующий кадр, связанная с Чёрным Пауком. Тут он выглядит точно так же, как и в комиксах. Ну, честно, он мне тут не нравится. Ну да, логотип очень клевый, глаза к тему. Но как-то все равно не то. Метоговый вариант мне нравится намного больше. Следующий кадр связан с Венома. И самое внимательное заметили то, что он тут выглядит почти так же, как и в зеркальной Веном. Ну, из сцены, где Питер смотрит в зеркало и видит Венома. И, честно, он мне тут не нравится. Ну, глаза какие-то не в тему и маленькая пласть. У него должна быть гигантская пласть. Ну, как-то не то. Мне итоговый вариант нравится больше. Следующая сцена связана с Чёрным Пауком. Ну, когда он видел то, что он в чёрном костюме, это должно было быть на рассвете. Или же в зимнюю погоду. Да, я соглашусь. Во время зимной погоды он выглядит просто восхитительно. Восхитительно просто. Очень круто выглядит. Но во время рассвета, ну да, круто. Но чёрный костюм идеально смотрится во время, ну, ночное время суток. Ну, вы скажете свое мнение, но мне нравится больше итоговый вариант. Ну да, зимой, но как-то не то всё равно. Ночное время, да. Но не зимой и не во время рассвета. Следующая сцена связана со Скорпом. Тут две теории. Либо тут должен был появиться Стервятник, либо же должен был быть разговор Питера и Гарри. И вы сейчас, наверное, у меня спросите, чувак, какой нафиг Стервятник? И я вам отвечу. В изначальном сценарии Человек-паука 3 появился бы три злодея. Это Песочный Человек, Новый Гоблин и Стервятник. У Венома была бы там маленькая роль. И вы, наверное, прекрасно поняли то, что там Человек-паук не надевал бы чёрный костюм. И студия отвергла этот сценарий, так как Стервятник был не очень-таки популярным персонажем. И Авиарат сказал, давай заменим Стервятника на Венома. Что, в принципе, мы и получили. Следующая сцена связана с Мэра Джейн. Это похищение Венома Мэра Джейн. И вы сейчас у меня спросите, ну, чувак, так в изначальном версии, ну, я имею в виду в итоговой, Новый Гоблин напугал её в квартире, а Веном похитил её на такси. Ну, и да, и нет. В изначальной версии, ну, то, что... Ну, самый первый сценарий не то, что Стервятник, а то, что мы получили. Там Веном похищал бы её в квартире. И это должна была быть какая-то хоррорная сцена. Теперь в темноте виднелись глаза Венома, и потом камера бы побежала на Мэра Джейн с криком и так далее. И студия решила то, что это очень страшная сцена, и заменили её на Гоблина, а Венома похищал бы её на такси. Вот так вот. Следующая сцена связана с Мэра Джейн и Гарри. В этой сцене Мэра Джейн бы попросил бы Гарри, чтобы он помог Питеру одолеть песочного человека и Венома. И вы, наверное, мне спросите, чувак, если Мэра Джейн здесь, то кто пленул Венома? И я вам отвечу. В изначальном варианте Веном бы похищал Гвен Стейси, и Питеру пришлось спасать бы его. И в конце студия решила поменять, ну, как в первых двух частях «Злодей похищает Мэра Джейн». Следующая сцена связана с Питером, и для меня это непонятная сцена. Почему я вам объясню? Это потому, что тут Питер в своём обычном виде висит на небоскропе, и вдали виден Гарри и Мэра Джейн, но, видимо, это их фигуры. И для меня это непонятная сцена из-за того, что Гарри не знал личности Питера, потому что он потерял память. И он не мог звать Питера. И в этой сцене Питер, ведьма Гарри знает то, что Питер это Человек-паук, и позвал его, чтобы сделать ему больно. Но других объяснений мне нет. И да, ребята, это всё. Как я и говорил, вырезанных сцен будет меньше. В основном это арты. Но честно скажу вам, мне всё равно понравилось их смотреть. Будет ли третья часть? Я не знаю. Потому что вырезанных сцен осталось очень мало. В основном, как я и говорил, арты. Хотя вроде бы арты я тоже всех обозрел. Если будут какие-то вырезанные сцены, я вам их покажу. Сейчас я вам готовлю проект по Новому Человеку-пауку 2. И, наверное, у вас появится ещё вопрос. Будут ли вырезаны сцены по новым фильмам? И думаю, да. Потому что по Новому Человеку-пауку и Новому Человеку-пауку 2 высокое напряжение. Очень много вырезанных сцен, которые я бы хотел показать и рассказать о них. Ну, да ладно. Я жду от вас лайк, подписку и колокольчик. Для меня это будет, как я и говорил, мотивацией. Ну и всё, ребята. С вами был Конан. Удачи вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok